И что? Ну, это попал Георгий Джики, и не в первый раз в результате матча, и второй раз в этой карточке, и всё-таки она вошла в Животе Гуссу на втором тайме, так активно в неё классно играет, дважды халил, и вот сейчас мы будем всё посудяем, и, видимо, всё припомним, всю кредитную историю. Да, но здесь, опять же, классная игра, с шипами вперёд, осталось Георгий Джики, второе предупреждение у сборной Турции, мы пока обходимся без карточек. Да, Хасан Аллы Калдырын получил в первом тайме за наклад, он защитник, и вот сейчас Джейн Косу. То, что у нас нет жёлтых, это прекрасно, потому что нам останется играть, по-своему, лишь один матч в Лиге нации, в стоп-гольме против сборной Швеции, поэтому хотелось бы, чтобы у нас там была полная обойма игроков. Илья Бен вынос, конечно же, на взюмон, взюмон, конечно же, в взятую борьбу уходит победителем, аут в пользу сборной России. И простое начало второго тайма, равная игра, и сейчас Циво пытался сбросить мяч Кузяеву, Зомнин, весь подсел, подсел Головин. Вот соперника и нарушение правил уже с нашей стороны фиксирует Павел Рачковский. В втором тайме фолов побольше, более того, вот видите, даже и жёлтую получает Александр Головин за этот прыжок. Так жестковато, на первый взгляд. Да, вроде бы ничего особенного не было, решил арбитр показать предупреждение, но Головин, слава богу, на карточке не несит и не будет пропускать из-за этого предупреждения игру против сборной Швеции. Она состоится 20 ноября, это будет последний матч календарный в этом сезоне, а до этого ещё товарищеская игра со сборной Германии в Лейксике. Тоже очень интересно проверить нас на серьёзном уровне. И Алексей Ионов выставляется в первую конец, и перед ним есть коридор, но что придумает Ионов, подача, Дзюба! Хорошо всё было, Дзюба пробил головой Ионов, в общем, сделал то, что, наверное, и требовалось от него. Отличная атака. Да, жалко, что Дзюба не попал, всё получилось классно. Да, сложноватая подача, конечно, была, всё равно приходилось Дзюбе выигрывать здесь борьбу и бить в падении, но он сложился. Великолепно, чуть выше ворот мяч прошёл. Не уверен я, что была бы готовка отражения этого мяча, пойман, но он был немножко на противоходе. И если бы Дзюба попал под перекладину, очень сложно было бы что-то сделать турецкому вратарю. Вот, пожалуйста, момент первый у нас во втором тайме, действительно хороший. Ну и Ионов, который в первом тайме всё больше был на подпевках, здесь наконец-то он выступил в зольной партии. И сразу Юрий Козинский вступает в борьбу, и опять очень хорошо, опять грамотно победительный из эпизода выходит, пока сегодня вообще без упречки. Вообще Козинский прибавляет, прибавляет в последние годы, это очень хорошо видно, прибавляет им...